друзья всем привет с вами канал observer меня зовут артем и в этом ролике мы поговорим о биноклях от известного и уважаемого японского бренда пентакс а именно о моделях пожалуй самых их популярных компактных приборах пентакс об 8 на 25 waterproof и пентакс попили у 2 8 с половиной на 21 нужно отметить что данные приборы относятся к единой линейки пентакс ю среди которых очень много моделей с похожими характеристиками малогабаритные с небольшим увеличением от шести с половиной до десяти крат и объективами 21 или 25 миллиметров в диаметре позиционируются данные модели как идеальные приборы для туристов театралов и любителей природы действительно они очень маленькие компактные их всегда и везде удобно носить с собой что же давайте переместимся поближе к этим моделям посмотрим на них поподробнее сравним ну и в конце обязательно потестируем поехали итак друзья первое что хотелось бы отметить серии биноклей пентакс ю это их необычный дизайн хоть эти модели и используют стандартные пора призмы но по внешнему виду так об этом и не скажешь как мы привыкли в классических биноклях для регулировки межзрачкового расстояния мы целиком двигаем левый и правый окулярный тубус относительно друг друга здесь же подвижной частью является лишь окуляры объективы при этом остаются в неизменном положении корпусы биноклей выполнены из ударопрочного пластика сверху которого нанесено резиновое покрытие для лучшего сцепления с руками кроме того как мы упомянули ранее в модели об 8 на 25 water proof корпус имеет функцию полной водозащиты бинокль не страшно уронить воду на глубину до одного метра при этом будьте уверены что внутрь не попадет ни единой капли за оптику здесь отвечает качественное стекло марки бак 4 с полным многослойным просветляющим покрытием на линзах а степени и качестве которого вы можете судить по цветным бликом вот как сейчас например на объективе бинокля папилио угол зрения у модели несколько отличается 6 и 2 градуса или 108 метров на 1000 у бинокля об 8 на 25 и 6 градусов или 105 метров на 1000 у бинокля папилио что является достаточно неплохим результатом бинокль сложно назвать широкоугольными но с обзорными наблюдениями они ограничено все еще справляются оба прибора предназначены скорее для наблюдения светлое время суток или при хорошем искусственном освещении сумеречный фактор у бинокля об составляет 14 и 1 пункта у бинокля папилио и того меньше 13 и 4 пункта это говорит о том что в сумерке в дождь или просто при плохом освещении с ними наблюдать будет не совсем комфортно нужно отметить минимальную дистанцию фокусировки у бинокля об все стандартно порядка двух метров а вот папилио отличается минимальная дистанция фокусировки всего 50 сантиметров это значит что с этим прибором вы сможете наблюдать за очень близко расположенными объектами что открывает большой диапазон для наблюдений например с ним вы можете наблюдать насекомых жуков растений и так далее которая находится близко к вам обязательно потестируем эту функцию качество изображения судя по характеристикам у обоих бинокли должно быть отменное ведь они обладают своей оптической схеме большим количеством элементов например в обоих моделях окуляр состоят из пяти линз в пяти группах но объективы несколько отличаются об обладать тремя элементами в двух группах ну а папилио двумя элементами в одной группе обязательно посмотрим как же это сказывается на качестве изображения в ходе теста как вы можете сами убедиться бинокли достаточно компактные практически умещаются на ладони и весит совсем немного 300 граммов бинокль об 8 на 25 waterproof и 290 граммов папилио 8 с половиной на 21 ну а теперь пару слов об удобствах которые предусмотрены в конструкции обоих моделей начать хотелось бы с бинокля об 8 на 25 waterproof а именно с решения с колесом диоптрийной подстройки дело в том что она располагается в нестандартном месте посередине корпуса и его при необходимости можно отщелкнуть выдвинув для настройки а после повторным щелчком задвинуть обратно благодаря данному решению вы можете быть уверены что не собьете настройки даже при активном использовании бинокля очень удобная функция особенно в том случае если прибор находится в постоянном пользовании только у одного человека и диоптрии окуляров должны быть четко зафиксированы также нужно отметить что оба бинокля обладают поворотно выдвижными наглазниками которые при необходимости можно выдвинуть и задвинуть это плюс для тех людей которые используют очки наблюдать в бинокле можно не снимая их ну и на обратной стороне корпуса мы найдем резьбу формата 1 4 дюйма для установки биноклей на штатив по сути здесь не обязательно использовать даже переходник большинство штативах и так подойдут под эти бинокли но в комплекте с ними мы найдем все самое необходимое а именно крышки окуляров ремешок для удобного ношения на шее чехол из качественного кож зама ну и что самое интересное инструкцию полностью на русском языке что достаточно необычно для приборов тем более от импортного производителя ну что ж а теперь потестируем эти модели и посмотрим как они покажут себя на деле поехали ну а начнем мы с бинокля попилио 8 с половиной на 21 и для начала проверим его главную отличительную черту наблюдение за близко расположенными предметами честно говоря когда я впервые узнала данные особенности казалось что на практике ее трудно применить под какие-либо задачи однако при тестировании выяснилось что это очень интересная и полезная функция благодаря ей бинокль фактически превращается в мощную лупу наблюдение за небольшими объектами например растениями насекомыми монетами мелким шрифтом выходит на совершенно иной уровень при этом изображение достаточно резкое для того чтобы рассмотреть мельчайшие детали что же касается наблюдений за отдаленными объектами прибор и здесь справляется ничуть не хуже площадка за которой мы наблюдаем находится 100 метрах от нас но благодаря увеличению 8 с половиной крат мы видим ее так как если бы находились всего в 12 метрах от нее и смотрели невооруженным глазом до изображение не столь яркое по сравнению с моделями с большими объективами но тем не менее очень насыщенная и четкая по всему полю зрения пентакс попилио практически выжимает максимум качество которое только можно представить с такими маленькими линзами то что нужно если требуется компактный но в то же время наиболее функциональный бинокль а вот так выглядит объект с нашей наблюдательной точки без увеличения бинокль пентакс об 8 на 25 хоть и не обладает функции микроскопа с остальными наблюдениями справляется чуть лучше чем попилио благодаря на четверть большему диаметру объективов он выдает заметно более яркую и светлую картинку а значит чуть больше подходит для работы в туман дождь или сумерки в остальном же как вы можете видеть изображение все также отличного качества восьмикратное увеличение позволяет нам видеть площадку так как если бы мы стояли всего в 12 с половиной метрах от нее и наблюдали невооруженным глазом хотя на самом деле находимся в ста метрах от данного объекта а вот так выглядит объект с нашей наблюдательной точки без увеличения что ж друзья как мы с вами успели убедиться оба прибора выдают прекрасную картинку отлично собраны и действительно очень хорошо подходит под те задачи под которой их позиционирует производитель нужно отметить что бинокль пентакс об 8 на 25 waterproof хоть и имеет функцию водозащиты тем не менее стоит практически в полтора раза дешевле чем папилио восемь с половиной на 21 который водозащиты не имеет что обусловлено возможностью последнего показывать очень близко расположены предметы вплоть до 50 сантиметров от наблюдателя стоит ли переплачивать или нет за такую функцию решать только вам в целом же рекомендуем к покупке кстати друзья если среди вас есть счастливые обладатели биноклей марки пентакс обязательно оставляйте впечатление от них в комментариях под видео нам будет интересно узнать ваше мнение если же у вас остались какие то вопросы или есть пожелания по тематикам будущих видео обязательно оставляйте все пожелания в комментариях ставьте лайки не забывайте подписываться на наш канал а также обязательно нажмите на кнопку колокольчик чтобы быть в курсе новых роликов на нашем канале я надеюсь вам было интересно я с вами прощаюсь всем пока